Всем привет, с вами Саргас. Сегодня я хотел бы поделиться своими впечатлениями от просмотра фильма «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки». Скажу сразу, что если закрыть глаза на все маленькие и не очень «но», фильм мне понравился. Однако этих «но» набралось такое количество, что впору было уходить из зала на середине фильма. Однако не будем торопиться, в конце видео я сделаю выводы, стоит ли вообще смотреть этот фильм. Итак, что мне внушило робкую надежду на то, что фильм будет неплох? Надпись на экране 16+, хотя на билете значилось 12+, что немного смущает. Это, конечно, не рейтинг R, но на него я даже и не рассчитывал. Однако, в зале не было ни одного ребенка, что впоследствии поставило меня в тупик. С одной стороны, мы видим весьма своеобразных призраков, мрачную историю, суровые реалии морских сражений и результаты попытки не подчиниться приказу. И действительно, в начале фильма складывается впечатление, что он не для детей. Но то, что происходит потом, просто повергает в ступор. Перед началом, осмотревшись в кинотеатре, я с радостью обнаружил, что все пришедшие более-менее взрослые люди, на вскидку средний возраст аудитории 25-30 лет. Но каждая шутка в фильме, как по мне, это просто плевок в лицо зрителю с IQ выше 30. Таким образом, до конца фильма я сидел оплеванный и раздираемый смешанными чувствами. С одной стороны, нам пытаются рассказать мрачную и для кого-то, наверное, даже страшную сказку. А с другой стороны, все это приправляется таким количеством юмора, который ориентирован на аудиторию 6+. Что местами у меня складывалось впечатление, что я сижу на каком-нибудь Горько 8, а не на продолжении одной из любимых серий. Сейчас я не могу вспомнить ни одной действительно смешной шутки. На их фоне даже Дэдпулу хочется вручить цилиндр и монокль за высокоинтеллектуальный юмор для высших слоев аристократического общества. Что мне еще в фильме не понравилось? Герои. Причем практически все. Глядя на главную героиню, мне хотелось выбежать из зала с криками «Я на это дерьмо не подписывался!». Не хочу никого обидеть, но учитывая, что она вряд ли смотрит мои видео, думаю, можно признаться. Ей только в хоррорах сниматься. Без грима. Не мудрено, что ее весь фильм принимали за ведьму. Я так ждал, что ее все-таки повесят. Страшная, высокомерная, закостенелая в своих убеждениях. Главный герой? Сказать про него просто нечего. Кроме бровей формата Леонида Ильича Брежнева ничего выдающегося. Он не суперловкий, как Уилл Тернер, неудачливый, как Джек Воробей в лучшие годы, не хитрый, как Элизабет Свон. Все его достижения ограничиваются тем, что он за 10 серебряников сумел подкупить команду Джека, чтобы они пришли на помощь. Не вдохновил пламенной речью, не заманил блеском далеких сокровищ, а тупо подкупил. Как и Джека он уговорил, только запугав мертвецами. Кстати, на самого Джека смотреть поистине больно. Если я думал, что Росомаха постарел, я ошибался. Старение бессмертного когда-то тела ерунда по сравнению со старением беззаботной когда-то души. Джек опустился, все потерял и влачит жалкое существование, всеми забытый и никому не нужный. Куда делась его удача, о чем несколько раз упоминали в фильме, увы, не ясно. В целом, я всегда воспринимал его как персонажа несколько второстепенного, то есть через все фильмы проходит любовная линия Элизабет и Уилла, а Джек Воробей... Капитан Джек Воробей, мой друг. Капитан Джек Воробей. Этакое стихийное бедствие, которое врывается в их жизнь и которому невозможно противостоять. Этакий бог Локи, который преследует собственные цели и втягивает простых смертных в события, масштабы которых они не могут даже вообразить. Когда Джека попытались сделать главным героем в предыдущей части на странных берегах, я воспринял это с прохладцей. Для меня история закончилась, когда Элизабет проводила Уильяма в далекое потустороннее плавание. Только их появление в этом фильме дало мне хоть какой-то шанс рекомендовать его к просмотру. В начале, когда Уильям появился на Голландце, и в конце. Финальная сцена заставляет простить очень многое. Спойлерить я не буду, если бы этих двух, все еще главных для меня героев, было чуть-чуть больше. Думаю, фильм был бы не просто лучше. Это была бы совершенно другая, прекрасная история. Только заткните всех пиратов и не давайте им пытаться шутить. Но нет. Увы, история не знает сослагательного наклонения, и мы имеем то, что имеем. Главный герой тряпка, который ничего не решает и ни на что не влияет. Главная героиня страшная, не харизматичная, и ее можно окрестить навигатором, так как это единственная ее функция. Барбоса, вот как ни странно, был очень неплох. Наконец избавился от дурацкого парика, совершил нечто действительно важное и завершил свой путь с благородством. Раскрытие Джека же, напротив, на мой взгляд, было плохой идеей. Флер таинственности рассеялся, и мы увидели просто удачливого мальчишку, который смог несколько лет эксплуатировать свою первую удачу, а потом сдулся. То, что Барбоса так легко сумел освободить жемчужину, заставляет задуматься, чем же капитан Джек Воробей занимался все эти годы, и почему ему не пришло в голову самому снять проклятие. Главный злодей фильма. Слыхал я про славного испанского капитана. Он сослал на тот свет тысячи моряков. Нет-нет-нет, моряков. Нет-нет-нет-нет, пиратов. Пиратов. Как по мне, ну не такой уж он и злодей. Конечно, человек он так себе, но в целом он выполнял свою работу и выполнял ее эффективно. То, что он получал от нее удовольствие, на мой взгляд, никого не касается. Ах, какой кошмар! Он расстрелял пиратов, которые молят о пощаде. Да их бы все равно повесили. Слишком уж его рьяно пытались представить этаким доктором зло. На мой взгляд, переборщили. Он бы еще мрачно расхохотался, слыша крики умирающих в той битве. И продолжал хохотать, когда солдаты стреляли. И его хохот разносился бы по морю мрачным эхом. Ну, серьезно, перебор. Злодею не обязательно быть настолько стопроцентным фанатичным злодеем. И еще один вопрос. Кто в курсе, напишите, пожалуйста, в комментариях. Почему Уилл Тернер начал покрываться ракушками? Если память меня не подводит, то Дэвид Джонс оказался проклят, потому что плюнул на соглашение и сошел с курса, перестав перевозить мертвых на другую сторону. И когда капитаном стал Уилл, корабль стал нормальным, и он вполне законно мог, оставаясь человеком, раз в девять лет сходить на берег. Может быть, я что-то неправильно понял или путаю? Просветите меня, пожалуйста. Стоит ли посмотреть эту картину? Если вы являетесь поклонником серии, однозначно да. Стоит ли идти на нее в кинотеатр? Однозначно нет. Но в домашнюю коллекцию, как завершение франшизы, думаю, добавить стоит. Все же несколько минут в этом фильме были действительно достойными. Если запикать все шуточки и оставить только хохот пиратов в конце, то, уверен, фильм смотреть будет гораздо интереснее. Благодарю за внимание. С вами был Саргас. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, предлагайте темы для новых видео, заходите на мой сайт maxsargas.ru, обращайтесь за магической помощью и вступайте в школу магии. До встречи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...